Музыка Он родился 16 ноября, в тот самый день, когда свой праздник отмечают все последователи исконно русского единоборства, которое получило название «Самозащиты без оружия» или «Самбо». Но как человек, родившийся в день самбо, мог не стать самбистом? Сама судьба наградила его блестящей карьерой спортсмена и не менее блестящего тренера и педагога в спорте. Здравствуйте! Сегодня полистаем страницы биографии нашего героя. Вместе с ним гость мастеров спорта, тренер-преподаватель детско-юношеской спортивной школы номер 5, мастер спорта Советского Союза по самбо, Александр Николаевич Тё. Александр Николаевич, здравствуйте! Здравствуйте! Рождение именно вот в этот день, 16 ноября, как-то предопределило Ваш выбор в сторону самбо в Вашей судьбе? Я даже не знаю, вот как-то раньше не определяли, вот этот день 16 ноября, вот именно. Это я просто прочитал программки, ездил на соревнования, программки, как-то история развития самбо. И думаю, ну как повезло, надо же, совпадение день рождения моё, день рождения самбо. Потом уже, после 90-х годов, уже начали определяться, праздновать день рождения самбо. Вот. Поэтому это как бы судьба для меня, совпадение. И больше времени, допустим, я уделил самбо. Были и другие виды единоборств, виды борьбы на старте Вашей карьеры, да, как спортсмена. Вы уделяли внимание и вольной, греко-римской, да, то есть Вы смотрели на разные виды борьбы, и шёл вот этот вот выбор, да, процесс Вашего формирования, оттачивания Вас как спортивной личности, как человека, который является приверженцем определённого вида спорта. А почему именно самбо всё-таки? Значит, как получилось, я пришёл сначала к греко-римскому борьбу. Меня Токмаков, мастер спорта, он тренер в СКФ и был. Меня, как бы, встретил меня в бане, я абитуриентом в пединституте, он увидел меня, маленького, такой уже подкачанного, и говорит, а тогда появились первые маленькие висковые категории до 48 килограмм. Он раз мне за руку, на весы ставит меня. О, мухач, типа, готовый. Ну, там немножко не хватает килограмма, ну, тебя откормим, накачаем. Вот так он пригласил к себе. И ссылаясь, что у нас есть и самбо, и у нас это, ну, и другие виды единоборств есть. Там борьба греко-римская определённая, захвата за ноги нельзя, то есть не было. Вот это он мне, как бы, не нравился. Но мы в то время участвовали в греко-римских, ну, то есть, как говоря, классике, как их называли, классическая борьба, классики. Мы боролись и по вольной борьбе, мы боролись по самбо, то есть, самбисты к нам приходили, по вольной боролись, по гримскому. То есть, вот эти вот три борьбы, единоборств борьбы, мы участвовали во всех соревнованиях. И со временем я, как бы, перешёл, перешёл на самбо. Это мне больше нравилось, там больше свободы действий. Ну, вы стали и первым мастером спорта Советского Союза по самбо на Камчатке. Да. Очень важный момент, важная веха вашей биографии, потому что, ну, много было тогда уже представителей школы самбо на Камчатской земле. И вас пригласил самбист заниматься самбом. Пригласил меня Анатолий Горрилович Козлов. Анатолий Горрилович Козлов. Он является основателем самбо на Камчатке. Вот он, работая в обкоме, да, вот он работал, а на общественных началах он тренировал ДК рыбаков, тренировал три раза в неделю, тренировал самбы из детей и взрослых. Народу было очень много. Он организовал первую вот федерацию самбо Камчатской области. Первые у него тренера, это и Сергеев, и Воронов, которые тоже, как бы, принимали участие в работе федерации самбо и другие. Вот. Благодаря Козлову, Козлову, я добился и спортивных успехов, и, как бы, по жизни. У нас тренируются вместе, в едином строю наши ребята самбисты и дзюдоисты. Почему так происходит? Наверняка это и связано с тем, что очень много тактических схем, задумок перекликается и в дзюдо, и в самбо. Я объясню, это, во-первых, у нас регион маленький. Если у нас была уже практика, мы отделялись самбо отдельно и дзюдо отдельно, но успеха было, конечно, результатов было мало. Вот. Эти же борцы, эти же борцы участвуют и в самбо, и в дзюдо, как бы, мы больше набариваемся, а сборную делаем сильнейших. Сильнейших. Поэтому результатов больше будет. А если разделяться, это, если в других городах России, там, по 40, по 50 человек в одной из своей категории, а то и более. А у нас, там, по 5, по 6 человек. Это разница большая. Нет набаривания. Поэтому мы, борьба у нас, вот, ну, федерации у нас разные, допустим, а мы участвуем и по самбо, и по дзюдо. Это только на пользу идет, и тому, и другому стилю единоборств. Ну, приемы у нас, это борьба в одежде, в одежде. Вот. У нас более, как бы, приблизительно одинаковые. Дорогие друзья, мы делаем небольшую, но очень полезную информационную паузу, дабы более подробно узнать о гости нашей программы. Александр Тё. Мастер спорта СССР по самбо, тренер-преподаватель ДЮСШа номер 5 Петропавловска-Камчатского. Родился 16 ноября 1953 года в Соболевском районе Камчатской области. Начал заниматься греко-римской борьбой и самбо в 1973 году. За свою спортивную карьеру Александр Тё становился победителем всесоюзного турнира «Тихий океан» в 1978 году, побеждал на чемпионате Белорусской СССР в 1982 году. После успехов на турнирах страны первым на Камчатке получил звание мастера спорта СССР по самбо. В 1988 году Тё завоевал титул чемпиона РСФСР. На тренерскую работу Александр Николаевич перешел, будучи действующим спортсменом в 1979 году. Под его руководством сегодня занимаются более 70 камчатских спортсменов. Александр Тё занимает пост старшего тренера Краевой Федерации самбо и является бессменным членом организационного комитета Всероссийского турнира памяти Владимира Кушницы. Женат, воспитывает двух дочерей и двух внучек. Александр Николаевич, говоря о традициях в самбо, они очень интересны и они здорово разнятся. С самбо, скажем, тех же 70-х годов, 80-х годов, с самбо современным. А именно, вот многое ли изменилось в самбо с тех самых времен, я имею в виду на рукавнике у рефери, да, на ковре. И, естественно, церемонию награждения, когда медали вешались тоже определенным образом ребятам, да, то есть ребят в поиск были раздеты обязательно. Взвешивание было очень интересное, многое-многое другое. Можно подробнее об этих вот интересных вехах в развитии самбо в те годы? Если сравнить сейчас с нашим временем, то, конечно, изменения большие. Во-первых, соревнования, если по старым фотографиям смотреть, у нас были нестандартные ковры, борцовские ковры. Это просто маты и постеленность сверху, это брезенты или, там, уже заметили, это покрышки, обкладка тоже были эти маты такие. В общем, только можно вспоминать и браться за голову, как мы могли в таких условиях заниматься. Вот. А, допустим, на больших соревнованиях, когда мы выезжали, мы видели эту, это большая разница, небо и земля, и сами судьи красивые одеты в белых все, в белые брюки, в белую башню. Ну, тогда были еще на рукавнике, еще были. Вот. И ковры. Вот теперь ковер, белый круг, центр. Обозначили центр? Да. И взвешивание мне вот поразило, вот я выехал на Всесоюзный Томик, к Стоу, в 79-м году. Взвешивание у нас, у человека, ну, 400, если не больше. Мы проходили через врача, ну, как бы это не в плавках, как сейчас взвешиваемся, а вот и каждый рассматривали, там, как бы вот такое, ощущение было не очень приятно. Вот так было. А сейчас у нас... То есть голышом приглашали на взвешивание? Да, да, да. Вот такое было. А сейчас у нас срога, срога, в спортивных плавочках. Награждение церемония. Награждение раньше вот даже объявляли. На взвешивание в плавках или там спотина, трусах. А сейчас обязательно. В куртках самбо, ну, то есть по форме. Сейчас у нас красная куртка и красные шорты. И синие соответствующие. То есть и судейству судить легче. А сейчас какие сложные броски, что трудно определить, где был прием, где контрприем. Вот сейчас вот. Ну и с появлением окраса курток, красные и синие цвета, убрали ли на рукавнике с арбитров? Естественно. На ковре, естественно, да? Где самбо качественно изменилось. Много ли новых каких-то тактических схем, придумок появилось в современном самбо? В отличие от самбо советской эпохи, как вы думаете? Конечно, самбо, как и любой вид спорта, совершенствуется. Совершенствуется. Оно становится динамичнее и красивее. Раньше часто определялись за соревнования, за лучшую технику. Приз. Специальный приз за лучшую технику. Действительно, я вам показывал. Это не силу грубую, это просто вот, это искусство. Сделать такой красивый прием и победить. Александр Николаевич, где сегодня в России расположен центр самбо? Как вы думаете? Есть Всемирная Академия Самбо, это Кстова. Мои первые соревнования выездные, это всесоюзный турнир по самбо. В памяти Николая Талалушкина. И сейчас вот Международная Академия, где обучаются, готовят будущих тренеров, занимаются выдающиеся спортсмены всей России. Ну, естественно, школа Майкопская школа. Там очень много чемпионов мира, Европы. Школа самбо 70. То есть, как такового центра самбо в России нет. Есть маленькие, но очень сильные точки географические, где самбо процветает. Мы можем Камчатку назвать одним из центров развития самбо? Ну, если взять Сапалу Гавиант, восьмикратный чемпион, то мы можем сказать смело, что у нас тоже есть центр. Ирина Родина, двенадцатикратная чемпионка мира по самбо, сюда приезжала уже, ну, как минимум, дважды. Мы с ней в 2012 году присутствовали на нашем легендарном турнире памяти Владимира Пушницы. День второй, помню, были достаточно пустоваты трибуны в Фоке Звездной. Ирине сказал я, что вот, Ирина, вот смотри, какая у вас ситуация. У нас мало людей сегодня пришло посмотреть на турнир, который вот некогда еще буквально несколько лет назад собирал полный абсолютно еще в дуфоковскую эпоху с дюшер одиноборств. В зале не было свободных мест. Да, да, было такое. Было закон до отказа. Сегодня многое поменялось с точки зрения зрителей, в первую очередь. На что мне Ирина Родина ответила. А ты думаешь, что только у вас такая проблема? У нас, в Подмосковье, в средней полосе России, в центрах, которые вы называли, на турнирах, похожих по статусу на турнир памяти Владимира Пушницы, не просто такая ситуация, еще хуже ситуация бывает, случается. Еще бывает меньше людей на соревнованиях в качестве зрителей. Что происходит с нашей публикой? Почему так мало стало людей? Ну, я подозреваю в том, что слишком много сейчас доступного стало в домашних условиях и интернет, и телевидение. И можно щелкнуть канал и видеть то же самое самбо, микс, файт, смешанное единоборство и прочее, прочее, прочее. Как нам вернуть публику, я не говорю о стране, я говорю о Камчатском крае, в залы на соревнования самбистов? Во-первых, я думаю, как тренер, вот мы проводим соревнования детские, родителей много. Но дети, как бы занимаясь, они разъезжаются, поступают в другие вузы, в другие города, и как бы не удерживаются. Это с одной стороны. А с другой стороны, что взрослые, как-то они заняты своим вот этим, вот этим, житейским вот этим вот, то они на даче, то они что-то еще. Есть быт. Да, да. Может, нам тогда действительно все это пустить самотеком, но пускай приходят, не приходят. Ведь посещение каждого турнира памяти Владимира Пушницы, это бесплатное абсолютное мероприятие для тех, кто приходит. Приходите, смотрите на качественное, хорошее самбо. Когда проводят соревнования по карате, там народу очень много. Это зрелищно, это как бы новый вид единоборств. Вот. А борьба у нас не такая... Ну, она тоже зрелищная, но тоже понять надо, что это наша национальная борьба, не хуже и восточной. То есть у нас есть еще боевое самбо, там еще зрелищное. Там бьют, можно бить и лежащего, делай болевые, удушающие приемы. Ну, просто у нас еще не на таком уровне боевое самбо развито. Мы пробовали несколько соревнований проводить. Ну, для развития боевого самбо у нас на базе нашего спортивного самбо нужны, наверное, соответствующие специалисты, да? У нас же нет таких вот профильных, исключительно боевых самбистов? Нет таких, пока. Приглашать надо? Надо или приглашать, или самим как бы переходить. Вот, допустим, Сарычу предложили, Александр Валентинович, он говорит, Спортивного самбо я могу показать, а ударную технику я не настолько, он молодец, он откровенно сказал. Ударную технику я не могу показать, как тренера по боксу, допустим. Мне было интересно понаблюдать за вашими ребятами на одной из тренировок последних, когда приезжали к вам. Ребята, близнецы-братья есть у вас, две пары братьев-близнецов. Девчушка маленькая среди них тоже занимается самбо, причем занимается с большим удовольствием. Когда я все это вижу, то у меня сразу какие-то оптимистические мысли появляются в голове, потому что сразу я олицетворяю этих двух маленьких мальчишек, еще двух маленьких мальчишек, абсолютно похожих друг на друга, как две капли воды, а сырую их, естественно, и с Владимиром Пушницей, и с Александром Пушницей. Когда я вижу эту девочку, Светлана Голян сразу всплывает в голове, а когда у нас появится вторая Светлана Голян, то очень хочется, чтобы можно быстрее, и чтобы мы также увидели, гордились нашей чемпионкой, как мы горелись Светланой, когда она выступала на большом мировом ковре, скажем так. И вот здесь возникает всегда вопрос, можно ли увидеть, распознать тренеру в ученике будущего чемпиона? В каждом ребенке есть данные, поэтому тренер видит. Значит, мы, во-первых, смотрим характер. Силу можно качать, а если нет характера, то добиться, конечно, трудно. Технику тоже можно изучить. Должно быть свое. Пусть вот будет игра в футбол или там баскетбол, в рэкбер, у него есть азарт вот этого. Характер есть, он убийца. А если такого нет, и желание трудиться, если нет, то мало что он добьется. То есть все-таки трудолюбие – это основа? Трудолюбие и способности. Способности. Он и гибкий, и координированный. Будьте схватывать, то есть с головой, ну, как бы быстро. То есть мы тренируем, мы хотим не только, чтобы он получился хороший борец, хороший спортсмен. Мы хотим, чтобы у него хорошие были качества. Что его и любили, и уважали его окружающие. Вот. Поэтому мы тренируем, чтобы, как бы, сейчас решается брать детей на борьбу с шести лет. Раньше решалось с десяти, сейчас вообще, там, с шести лет приходит, с ними надо больше играть. Вот, допустим, старше, там, больше специализации, там, отрабатывать, там, это. А у них это усечилось немало, поэтому мы все это в борьбе делаем. Кто быстрее, там, делать вот это, кто-то сделать вот так, кто правильно сделает. И больше играем постепенно. Вот это вот. Главное, чтобы у него не получилось отвращение от этих физических нагрузок. Вот, а наоборот, он с интересом приходил еще раз. Вот, поэтому я стараюсь с малышами больше играть. Сделали основную работу, а теперь поиграем. А когда будем играть? Когда сделаем. То есть, основа основ, если хотим как можно больше раскрыть ребенка, как борца, как бойца на ковре, как гражданина, и хорошего человека, мы должны с ним больше играть все-таки. На определенном этапе. Потому что потом игра, по-моему, становится уже не нужна. В 13-14 лет уже специализация идет, уже, да. Хочешь, не хочешь, давай работать. Кстати, Владимир Владимирович, вы сталкивались с таким подъемлем, как ленивый тренер. Есть такие тренеры в самбо? Я не знаю, как называться ленивый, не тренер, а просто есть тренер, который им пофиг. Это не ленивый. Пошел тренировку. Это не совсем ответственный тренер. Ну, не знаю, как, допустим. Ну, как в любой деятельности, да, есть люди, которые прям стремятся работать, а другие так. А у нас такого нет, чтобы тренер был равнодушен. Такого нет, конечно. Старается как-то чему-то научить. И чтобы и дети были сплощеннее как-то. Это коллектив маленький. Мне вот не нравится, когда приходят, они между собой ругаются, дерутся. Вот это вот мне нравится. Сегодня мы видим, что очередной круг отправилась по земле шествовать самбо и борьба по миру через призму уже смешанных единоборств. Причем достаточно успешно. Виталий Минаков – абсолютный чемпион прошедшего сезона в Беллатур. Все мы это видели по телевизору. Кто увлекается смешанными единоборствами, смотрит эти передачи. Можем ли мы сказать, что самбо сегодня заняло свою нишу уже даже и в смешанных стилях, равно как в свое время бразильская джиу-джитсу стала тоже одной из ведущих базовых техник в межсмешанных единоборствах. То есть самбо сегодня – это тот самый вид борьбы, который стоит в приоритете у мужчины. Я согласен. Самбо – это само слово, самозащита. Безоружа. Да, да. Ты защищай себя. То есть цель какая его – обезвредить его, чтобы он сдался. Вот все приемы делают на то, чтобы победить противника, чтобы противник сдался. Ведь самбо – это такой стиль, который как губка впитал лучшее и сразу из нескольких направлений единоборств. И мальчишки идут и идут к вам, и не зарастает эта детская народная тропа в вашу секцию. Только что мы видели, как ребята посмотрели на месте или их тренер. Уже пришли, хотят до тренировки. Я смотрю, еще целый час почти. Они рано приходят. Они молодцы, потому что они хотят сюда идти, Саня Николаевич. Ну да. Я говорю, можно поучиться, уроки сделать это. Нет, они приходят на час, на два раньше. Хоть я их не пускаю в зал, но они все равно. Саня Николаевич. Им нравится, да. Им нравится. И в заключение беседы, чтобы вас уже не отвлекать от процесса тренерского, от подготовки к очередной тренировке, вопрос на пасашок, что называется. Как вы думаете, вот со света Галянт мы обсуждали этот вопрос уже, она говорила, что в 16-м, может быть, через еще некоторое время, возможно, в 20-м году, самбо же станет олимпийским видом спорта. Насколько велика и оптимальная перспектива самбо в олимпийском движении? Нужно ли самбо там? И нужна ли вам, самбистам, олимпиада? Ну, нам, самбистам, нужна, конечно. А, допустим, нужна ли в мировом масштабе, да. Вот, допустим, чемпионат мира, из 9 весовых категорий, наша 6-7 золото выигрывает. Поэтому для других, которых не так сильно развит этот вид единоборств, вот. Поэтому... Ну, ждем самбо в олимпийском движении. Да. Хотим и ждем. Дорогие друзья, я напомню, что сегодня гостем мастеров спорта был мастер спорта Советского Союза по самбо. Замечательный спортсмен, прекрасный педагог и тренер. Александр Николаевич, Теорг. Александр Николаевич, огромное вам спасибо. 7 футов вам под келем. Долгих лет работы в строю. Без вас самбо будет скучно на Камчатке. Успехов ждем новых от вас и ваших учеников. Спасибо, Дмитрий. До встречи. Все отдав до конца трудный день отработал, Вы о завтрашнем дне начинали мечтать. Вы конструктор побед, королев наших взлетов. Мы вам верим и значит должны побеждать. Да разве сердце позабудет Того, кто хочет нам добра. Того, кто нас выводит в люди, Кто нас выводит в мастера. Мы уйдем чемпионы и просто спортсмены, Вам с другими придется с нуля начинать. Вы таланту и мужеству знаете цену, Пусть другие научатся вас понимать. Да разве сердце позабудет Того, кто хочет нам добра. Того, кто нас выводит в мастера. Да разве сердце позабудет Того, кто хочет нам добра. Того, кто нас выводит в люди, Кто нас выводит в мастера. Того, кто нас выводит в мастера. Продолжение следует...